Дантос Инферно Дантос Инферно Дантос Инферно Activision и студия United Front Games объявили о разработке True Crime, еще одного перезапуска еще одной GTA-подобной серии. Игра будет выполнена в лучших традициях боевиков Джона Ву. По крайней мере, сценаристы точно вдохновлялись его работами. События развернутся в Гонконге, а главный герой игры — Вэй Шэн — полицейский под прикрытием. В его роли мы внедримся в одну из мафиозных триад и выведем криминальных боссов на чистую воду. А для этого надо, как минимум, завоевать доверие главарей. Полицейскому частенько придется идти на сделки с совестью, участвуя в грабежах и убийствах. Если помните, прошлые части True Crime особого восторга у игроков не вызвали. Даже наоборот. Все дружно посмеивались при виде издевательских билбордов в GTA San Andreas. И, само собой, проходили мимо откровенно неудачный True Crime Streets of LA. Что ж, может быть осенью 2010 года что-то изменится. Ты думаешь, он умер? Никогда. Издательство 2K Games вознамерилось отправить игроков в погребенный поток. Тоннами песка Дубай. Таков антураж свежеанонсированного экшена Spec Ops The Line. Его разработкой занимается студия Ягер. А релиз намечен на 31 октября 2011 года. Дубай оказался в центре природного катаклизма. А игроки в роли капитана армии США Мартина Уокера отправятся вызволять из песчаного плена другого вояку, полковника Джона Конрада. Зачем американские военные вообще полезли в разоренные Эмираты и с кем там придется воевать, авторы не сообщают. Зато намекают, что боевые действия будут представлены во всей их суровой красе. Без четкого деления на черное и белое, но с массой щекотливых морально-этических моментов. Видимо, стоит ждать скандалов а-ля Modern Warfare 2. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Каких-то подробностей о сюжете нет. Зато из трейлера понятно, что игра продолжит историю ученика Вейдера, Старкиллера. Как и всегда в джедайских играх, немало внимания будет уделено выбору стороны силы и переживаниям персонажа в целом. Мякова Редактор субтитров А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 дорисовала обои для рабочего стола. За 12 лет другая студия могла сделать 6 отменных дюков-нюкемов, а 3D Realms породили знаковый прецедент и показали всем, как не надо делать игры. И на том спасибо. Все привыкли к одному простому правилу. Если в игре можно оторвать человеку голову или резко отсоединить от тела ноги, игра эта в Австралии будет приравнена к сна в порно и прилавков никогда не увидит. Aliens vs Predator в Австралии, конечно, запретили, традиционно предложив сделать особую, милую и приятную глазу версию. Смельчаки из Rebellion на запрет и предложение демонстративно плюнули, сказав лишь следующее. Цитата. Aliens vs Predator основана на культовых фильмах ужасов. «Мы создали игру, соответствующую первоисточникам. Она для взрослых. Она кровавая и страшная. Таков был наш замысел. И мы не собираемся выпускать стерилизованную версию специально для территорий, где власти считают, будто взрослые не в состоянии сами выбирать себе развлечения». Конец цитаты. Дальше, по правде сказать, повстанцам крупно повезло. В то же время власти страны начали опрашивать общественность на предмет жестоких игр и того, что с ними делать. Наверняка им пришли тысячи гневных писем, в которых жаждущие виртуального насилия игроки обвинили пиджаков в косности. Небольшой сумбур пришелся на руку авторам АВП, и результат восстания стал огромным сюрпризом, наверное, даже для самих восставших. Игру разрешили продавать под самым жестким в стране рейтингом, старше 15-ти. Без ограничений, без исправлений, со всеми неаппетитными подробностями. Sony раскрывает свои планы относительно премиум-аккаунтов PlayStation Network. За дополнительную плату игроки смогут получить по-настоящему интересные преимущества. Среди них одночасовые триал-версии игр, дополнительный контент и, возможно, чат, работающий во всех PS3 играх. Самое интересное — это неограниченный доступ к хранилищу PS1 игр и Minis. Их можно будет выкачивать, не платя за каждую игру по отдельности. Достаточно абонентской платы за сервис PSN. Самый дорогой вариант обойдется примерно в 70 долларов в год. Ну а для не слишком притязательных пользователей предусмотрена подписка за 30 долларов. Продавец одного из магазинов GameStop пострадал во время ограбления. Почти сразу после открытия в видеосалон вошел мужчина и, угрожая пистолетом, забрал с полки приставку Nintendo Wii и несколько игр. После этого он зачем-то выстрелил несчастному клерку в ногу, хотя тот и не оказывал никакого сопротивления. Раненого вовремя доставили в больницу, и его здоровье сейчас вне опасности. Успеет ли грабитель поиграть в награбленное до того, как его поймают, мы не знаем. Но изловить его не должно составить особого труда. Видеокамеры наблюдения в момент происшествия работали исправно. Соуправляющий директор студии Quantic Dream, Дэвид Кейдж, не считает, что Heavy Rain можно назвать игрой. По его словам, их новое творение ломает слишком уж много игровых парадигм, оставаясь интерактивным развлечением. При этом ему не нравится и термин «интерактивное кино», так как кино подразумевает предопределенность истории, а в Heavy Rain пользователь сможет изменять ход событий без каких-либо кат-сцен или переломных моментов. Все происходит плавно. Сейчас Кейджу больше по душе термин «приключение» или «путешествие», хотя нам и этот выбор кажется странным. От имени издательского дома «Техномир» мы хотели бы сделать следующее заявление. Ролик «Видеомании» о конференции по игровой индустрии ACGI, прошедшей в октябре 2009 года в Дубне, содержит ряд серьезных фактических ошибок, так как он был составлен и смонтирован человеком, не присутствовавшим на конференции и, соответственно, не обладавшим достоверной информацией о мероприятии. В сюжете было искажено само название конференции. ACGI произносится согласно буквам английского алфавита. Также в сюжете значительно преуменьшены данные о количестве посетителей конференции, в том числе и количестве участников сессий и мастер-классов от западных гостей. Одной из ключевых фактических ошибок является высказывание о том, что крупные западные и российские компании были привлечены на конференцию ACGI обманным способом. Со стороны издательского дома «Техномир» хотим отметить, что данное высказывание не имеет каких-либо фактических оснований, так же, как и фразы, выданные за цитаты гостей конференции. Также авторам были допущены достаточно вольные выражения в адрес чиновников и студии «БиАрт», которая, кстати, не является единоличным организатором конференции. Все участники оргкомитета представлены на сайте ACGI. Приносим свои извинения. Хотели бы отметить следующие положительные эффекты мероприятия, которые имеют большое значение для развития индустрии. По итогам мероприятия было окончательно принято решение о создании Российской ассоциации развития интерактивных технологий «РАРИТ». За последний год многозначительных намеков властей в сторону игр все отечественные компании поняли – с властью надо дружить. И «РАРИТ» собирается выступить как раз с такой прослойкой между государством и игровыми компаниями. ACGI стало первым индустриальным мероприятием, которое посетили такие известные компании, как Global Step, Fing Services, Epic Games, отделение Sony Computer Entertainment Europe в Великобритании и другие. Отзывы иностранных гостей о конференции читайте на официальном сайте ACGI www.asoogi.ru Следующая конференция ACGI пройдет уже в Москве в 2010 году. Акира Ямаоко, бессменный композитор серии Silent Hill, покинул Konami после 16 лет работы. Причина ухода неизвестна, а сам Акира уехал в Европу, предположительно, в отпуск. Возможно, это решение связано с прохладным приемом последних игр серии прессы, хотя год назад Ямаоко Сан говорил, что о поручении саундтрека другому человеку не может быть и речи. Узнать, будет ли он записывать новый альбом с Селтоном Джоном или займется продюсированием другой видеоигры, можно будет совсем скоро. Акира обещал дать по поводу ухода интервью, где он и расскажет о своих творческих планах. Боевик Dark Void отправится в магазины только в следующем году, а Capcom уже планирует организовать съемки фильма по мотивам игры. Издатели заключили контракт с кинокомпанией Reliance Big Entertainment. Интересно то, что компания Plan B Entertainment также входит в список партнеров Capcom, и принадлежит она не кому-нибудь, а Брэду Питу. Некоторые мечтатели тут же благословили его на главную роль. Он, конечно же, может сыграть, а может и не сыграть. В Чарли из шоколадной фабрики, например, не сыграл, хотя продюсировала фильм именно его фирма. Саму же игру опять отложили, но всего на неделю. В Европе Dark Void выйдет 22 января. Игра появится на платформах PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Фильмы из серии Resident Evil приносят неплохие дивиденды. Во всяком случае продюсер Дон Кармоди без устали говорит только об этом. «Вторая часть принесла больше денег, чем первая. Третья больше, чем вторая. И мы надеемся, что четвертая будет еще удачнее». «Мы хотим избежать той ситуации, в которую попала киносерия Пила». Конец цитаты. Дон Кармоди, конечно, отлично справляется. Качество фильмов по Resident Evil обратно пропорционально выручке с них. У Resident Evil Afterlife, правда, есть шанс. В режиссерское кресло вернется Пол Андерсон. Он-то заставит Милу Йовович отстреливать мертвецам части тела еще артистичнее и изобретательнее, чем раньше. Но простой арифметике это не отменит. Проект No More Heroes, некогда эксклюзивный для Wii, расширяет сферу влияния. Компания Marvelous Entertainment занимается переносом экшена на Xbox 360 и PS3. Правда, стоит ли игра свеч – большой вопрос. Ведь на консоли Nintendo игра не вызывала нареканий в плане графики и успешно развлекала аудиторию кинетическим управлением. Своеобразным бонусом также была гротескная кровавость, редкая в играх для Wii. Но все эти плюсы могут потерять в весе после переезда. Графика, по предварительным данным, серьезных изменений не претерпела. А значит, на Xbox 360 и PS3 картинка будет выглядеть архаично. Кинетическое управление меж тем может превратиться в обычное. А кровавостью новую аудиторию и вовсе не удивить. Зато ей понравится новый режим – Берри Суит. В нем все женские персонажи переоденутся в эротичные костюмы. Тело бизнес-гиганта Electronic Arts сотрясают увольнения. Согласно внутрикорпоративным планам, в ближайшее время на улицах окажутся порядка полутора тысяч игроделов. Не миновала эта судьба и подвластную электроникам студию Pandemic, из чьих цехов выехали такие хиты, как Full Spectrum Warrior, Mercenaries и «Новехонький саботер». Приговор новостных лент был суров. Студию закрывают с концами. Однако вскоре представители EA поспешили нарисовать куда более оптимистичную картину. На офис Pandemic действительно повесят амбарный замок. Но сама фирма существовать не перестанет. Часть ее сотрудников продолжит трудиться под вывеской Pandemic, но уже в офисах Electronic Arts Los Angeles. Есть вещи, которые нельзя купить. Доброе имя талантливой студии – одна из таких вещей. В EA это прекрасно понимают. Именно поэтому и не стремятся отправлять под нож курицу, несущую хотя бы серебряные яйца. Один из бывших сотрудников Pandemic, тем не менее, считает, что EA все сделали правильно. По его словам, управляющими студией было принято слишком много неправильных решений, чтобы позволять им и дальше бесчинствовать. Единственное, за что он корит издательство – за то, что оно, цитата, «посылает игру на верную смерть», конец цитаты. «Саботер» – настоящая лебединая песня студии, а издательство слишком мало внимания уделяет продвижению игры. При этом первые отзывы о ней самые положительные, так что вполне возможно, что в своих упреках этот неизвестный герой прав. Take-Two Interactive не собирается превращать серию GTA в дойную корову. Отвечая на вопросы инвесторов, глава совета директоров Take-Two Штраус Зельник заявил, что компания не будет переходить к ежегодному выпуску новых частей. «Мы понимаем, что для разработки качественной игры, которая будет полностью соответствовать ожиданиям фанатов, может потребоваться достаточно много времени», – говорит он. Зельник также заверил инвесторов, что отсутствие новой части GTA вовсе не означает отсутствие прибыли в текущем году. По данным на октябрь 2009 года, PS3 Hit Infamous принес издателю, то есть Sony, 1 миллион 200 тысяч долларов. С такими цифрами можно сказать наверняка. Этот франчайз еще долго будет мелькать в новостях. Вторая часть – загружаемые дополнения и прочие стандартные для индустрии танцы – уже на повестке дня разработчиков – студии Sucker Punch. Также планируется экранизация, но о ней никаких подробностей нет. 2K Sports, скорее всего, лишится своей линейки хоккейных симуляторов. В плановом отчете издательства Take-Two отсутствует NHL 2K11. Скорее всего, серия не оправдала надежд высшего руководства компании, из-за чего и пошла под нож. Недавно появившаяся в сети реклама, на которой была упомянута новая PSP 4000, наделала немало шума. Но представители компании, разместившие злополучный баннер, поспешили уверить поставленных на уши игроков, что это всего лишь ошибка, и ни о какой PSP 4000 они слыхом не слыхивали. Правда, незадолго до этого слухи о новой модели вновь начали циркулировать по интернету. Исходили они из того же источника, что предугадал скорое появление PS3 Slim, так что вполне возможно, что поставленных на уши игроков снова за эти же уши водят. Компания DST приобрела Zynga – крупнейшую фирму разработчика игр для социальных сетей, вроде Facebook и MySpace, а также игр для iPhone. Сумма сделки составила 180 миллионов долларов. Часть этих денег пойдет на дальнейшее развитие Zynga. Предыдущей крупной сделкой DST было объединение Mail.ru и Astrum. You think you can drive? Electronic Arts лишилась прав на издание экшена Rage от ID Software. Еще летом студия была куплена холдингом Zenimax Media, которому принадлежит также издательство Bethesda Software. Оно-то и займется распространением шутера. На дату выхода Rage эта перемена не должна повлиять. Valve Software объявила о скором выходе первого загружаемого дополнения для Left 4 Dead 2. Новый эпизод The Passing выйдет на PC и Xbox 360 в начале весны. Разработчики готовят новую кампанию, события которой развернутся в небольшом городке штата Джорджия сразу после завершения кампании Dead Center. А дальше начинается самое интересное. Герои Left 4 Dead 2 смогут встретиться с нашими старыми знакомыми Биллом, Фрэнсисом, Зоей и Луисом. Ход пусть и достоин мыльной оперы, но сработает безотказно. Даже те, кому сиквел не слишком понравился, ждут встречи с нетерпением. На этом Valve не заканчивает заигрывать с аудиторией. Нам обещают, что четверка старой закалки будет сражаться плечом к плечу с героями сиквела в совершенно новом кооперативном режиме. То есть нам не говорят прямо, что за персонажей оригинальные Left 4 Dead можно будет поиграть, но намек понятен. В The Passing также появятся новые карты для режимов Survival, Versus и Scavenge, плюс новое оружие. Похоже, мы знаем, чем вы будете заниматься этой весной. Facebook, социальная сеть номер один, чьей грубой калькой на просторах Рунета является ресурс ВКонтакте, подружилась с Sony PlayStation 3. Стоит установить Firmware 3.10, новый официальный пакет обновлений для консоли, и через приставку можно начать социализироваться со страшной силой. Объединив учетные записи PlayStation Network и, собственно, Facebook, счастливый владелец PS3 получит возможность автоматически обновлять профайл в соцсети в зависимости от своих внутриигровых достижений, транслировать в блоге данные о полученных трофеях, приобретенных PlayStation Store играх и тому подобное. Все привыкли, что по мотивам игр нередко выпускают фильмы. Да и на сувенирные футболки символика известных франчайзов индустрии попадает часто. Но вот ботинки, посвященные игре, по-прежнему редкость. Тем интереснее выглядит сообщение издательства Namco Bandai о заключении соглашения с компанией Globe International Limited на производство CAT, оформленных в стиле экшена Splatterhouse, который выйдет на Xbox 360 и PS3 весной 2010 года. На ботинке размещен логотип Splatterhouse, изображение черепа и красные кляксы, символизирующие пятна крови. Подошва и шнурки, разумеется, кроваво-красные. К релизу Final Fantasy XIII в Японии подготовились основательно. Все магазины, в предвкушении традиционного для крупных релизов Zerg Russia, покрылись анонсирующими объявлениями, плакатами и артами игры. На стендах без конца крутились рекламные ролики, а от логотипа FF-13 можно было заработать рябь в глазах. Для Tokyo декабрь явно прошел под знаком Lightning. Еще до выхода игры эта голубоглазая бестия заработала себе статус и популярность рок-звезды. Первая информация о продажах Final Fantasy XIII по-настоящему покажет всю мощь азиатского фанатизма и даже представит нам его числовое выражение. Компания Sony отметила знаменательную дату. Ее бренду PlayStation исполнилось 15 лет, что по меркам игровой индустрии целая жизнь. Первые невзрачные серые коробочки, сейчас известные как PS1, появились в японских магазинах 3 декабря 1994 года. И сегодня можно сказать, что мир в тот день изменился. За прошедшие 15 лет первая PlayStation разошлась по свету в количестве 125 миллионов экземпляров, а ее последовательница PS2 была распродана тиражом в 138 миллионов штук. По сравнению с этими цифрами, достижения PS3 пока скромны – 27 миллионов консолей по данным на сентябрь 2009 года. В честь юбилея администрация сайта Sony Japan представила посетителям забавную заставку, в которой описывается хронология развития линейки приставов. 1, 1, 1, 3, 2 Специалисты из компании Capcom решили порадовать поклонников сериала Resident Evil весьма необычным товаром. Они объединили усилия с командой Savage Cycles, которая занимается созданием мотоциклов с уникальным дизайном. То есть они делают примерно то же, что и умельцы из телепередачи «Тачка на прокачку», только с двухколесными машинами в главной роли. Их совместный проект под названием Resident Evil Chopper – это мотоцикл, в котором отразилась вся непростая атмосфера знаменитой зомби-серии. Ее создатели особенно гордятся приделанными крами-шипами, уникальным защитным кожухом для передней пары, встроенным армейским ножом, гранатометом и дробовиком. Сколько будет стоить такой мотоцикл – страшно представить. Тираж будет строго ограничен, а средняя цена на изделия от Savage Cycles варьируется от 18 до 32 тысяч долларов. На этом все. Играйте только в хорошее. Удачи и до встречи! В борьбе Bethesda и Interplay наконец поставлена жирная точка. Судья отклонила иск Bethesda, признав претензии необоснованными и отказавшись комментировать решение. Напомним, что игровой гигант требовал признать незаконными действия Interplay, которое продавала сборник Fallout Trilogy. Название слишком сильно походит на Fallout 3, и по мнению представителей Bethesda, студия укрепила свое финансовое положение именно за счет нынешних владельцев торговой марки. Теперь же Interplay может не только оставить себе заработанные деньги, но и продолжить разработку онлайновой игры в популярной вселенной. Дальтоники А для дальтоников между этими цветами нет никакой разницы. Петиция уже подписана тысячами игроков, и вряд ли в Infinity Ward оставят этот факт без внимания. Помнится, в дневниках разработчиков авторы слэшера Dante's Inferno даже в шутку жаловались на то, какие ужасы им приходится моделировать, просто потому что работа такая. Что ж, никто не говорил, что перенос ада по Dante в игру будет очаровательным занятием. Новые подробности об очаровательных и не очень очаровательных элементах игры выявил рейтинг, которым она недавно наконец-то обзавелась. Агентство ESRB поставило ей M, Matcher. Это значит, что в странах, признающих эту рейтинговую систему, игру может купить только игрок старше 17 лет. Самое интересное в списке взрослых элементов. Мало того, что кровь брыжет во все стороны, пока главный герой вырывает языки монстрам, так нам еще и покажут обнаженных демонез. У некоторых монстров из паха вырастают щупальца, а иные так и вовсе могут похвастаться, цитата, реалистичной физикой мужских и женских частей тела, конец цитаты. Мы, конечно, можем только догадываться, что это за части тела, но ответ напрашивается сам собой. Один из боссов вовсю машет над головой главного героя очень реалистичными гениталиями. Впечатлительному игроку, конечно, будет не по себе, но зато сразу ясно, куда бить, чтобы это стрип-шоу поскорее закончилось. Экшен Duck Void получит поддержку в виде восьмибитного платформера на Nintendo DSi. Будучи приквелом к своему большому брату, игра ожидается коротенькая, всего три уровня, но и цена будет соответствующая — пять долларов. Игра будет распространяться через онлайн-магазин DSiWeb. Субтитры подогнал «Симон»!